Приветствую, дорогую Церковь, братьев и сестер, в этот субботний день светлым именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Христос сидел со своими учениками на горе Елеонской, еще ее называют гора Масличная. Потому что это были сады, где росли маслины, оливковые деревья, из которых выжимали особое масло, которое в Библии называется елей. И это масло использовали по-разному, но одно из предназначений этого масла было очень практическое. Тогда не было электричества, и освещали дома в темное время светильниками. И, может быть, кто-то из сидящих в зале видел эти светильники на картинах или в музеях. Это глиняная такая специальная, сделана форма светильника плоская. С одной стороны у этого светильника была ручка, чтобы его можно было держать, а с другой стороны был такой носик, как у чайника. Вот у нас сегодня, я посчитал, 17 детей было на детском рассказе. Вот я сейчас смотрю, как детки внимательно слушают, потому что они, может быть, об этих светильниках, о которых рассказано в Слове Божьем, они не знают подробностей, потому что для них светильники – это лампочки, которые зажигаются от электричества, или фонарики, которые работают от батареек. А вот в древности, когда люди еще не изобрели электричество и лампочек, то использовали эти светильники для света. И вот в этом носике, как у чайника, с другой стороны светильника, был фитилек из льна. Это то, из чего делают сегодня одежду. Вот скрученные льняные нитки были фитильем, а вот это масло оливковое, которое выжимали из плодов оливковых деревьев или масличных деревьев, его наливали в светильник для того, чтобы потом поджечь этот фитилек. И вот этот светильник, он светил в ночи. И сегодня я почему вам об этом рассказываю? Потому что я хочу рассказать вам то, что сказал Иисус своим ученикам. И эта притча, которая часто называется притча о десяти девах или о десяти девушках, она находится в Евангелии от Матфея, 25 глава. И вот представьте, прежде чем мы будем с вами читать библейскую историю, эту притчу, рассказанную Иисусом Христом, и постигать значение, я хочу вам нарисовать такую иллюстрацию. Иисус Христос с учениками сидел на горе Елеонской, и он видел, как вечерело, смеркалось, становилось все более темно, а на юге ночи очень быстро наступают, и они очень темные, и практически очень трудно что-либо увидеть, когда наступает ночь. Без светильника невозможно найти дорогу и путь. Но Христос видит жилой дом, который был ярко освещен. Там много было зажжено этих светильников, и вокруг дома находилась большая группа ожидающих. Они тоже были со светильниками, и они ждали. И чего же они ждали? Они ждали, что скоро появится жених, который придет в этот дом, чтобы взять свою невесту. И вот мы с вами давайте прочитаем притчу, которую рассказал Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 25 глава. И здесь с первого стиха говорится, «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам нашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно, говорю вам, не знаю вас». «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Свадьба была большим событием, особенно тогда, на Востоке, в той культуре. Иудейская пословица говорит, «Каждый человек от шести до шестидесяти пойдет за свадебным барабаном». Тогда люди жили в небольших поселениях, городках, деревнях, и свадьба была событием для всех людей, которые жили в том месте. И тогда молодожены не отправлялись в свадебное путешествие на Гавайи или в Мексику, как сейчас. А они открывали свой дом гостям. И неделю, семь дней, их дом был наполнен гостями. И эту неделю праздновали с ними ближайшие друзья. А вот мы читаем о неразумных девах. Они пропустили не только встречу жениха, но они пропустили всю неделю. Но вы обратили внимание на начало этой притчи. Христос рассказал эту притчу как описание чего? Как описание Царства Небесного. И семь дней, которые дом праздновал, семь – это в Библии число полноты. Это вечность, которую дарует Господь всем тем, кто будут удостоены прийти и вовремя войти дверями, чтобы возлечь вместе с женихом на брачном пире. Путешественник так описывает виденное им в Палестине. «Когда мы приближались к воротам Галилейского города, пишет он, я увидел десять нарядно одетых девушек, игравших на каких-то музыкальных инструментах и танцевавших на дороге перед нашей повозкой. На мой вопрос, что они делают, переводчик сказал мне, что они составляют компанию невести в ожидании жениха. Я спросил переводчика, можно ли увидеть само бракосочетание, саму свадьбу? Но он покачал головой и сказал, может быть, бракосочетание будет сегодня вечером или завтра вечером, а может быть, даже через неделю или через две недели. Никто никогда точно этого не знает, потому что жених прибывает неожиданно. С наступлением темноты же, если это произойдет ночью, никто не может выходить на улицу без зажженного светильника, без зажженной лампы. И что, если жених прибыл, то тогда те, кто его встретили, и у них были светильники горящие, они входили за двери, двери закрывались, и опоздавшим войти уже не разрешалось. Вот такие были тогда традиции. И как удивительно глубоко Христос открывает нам смысл Небесного Царства, Его пришествия, подготовки к этому пришествию и всех событий, которые связаны, будут с Его вторым пришествием, которое все мы ожидаем. Я надеюсь и верю, и готовимся к Нему. И мы также видим, что это не придуманная история, а кусочек жизни палестинской деревни две тысячи лет назад. И вот как и многие притчи Иисуса Христа, эта притча имеет универсальное значение. Она имеет очень много смысловых уровней, которые мы с вами можем увидеть. И здесь, в драматической форме, прежде всего, конечно, представлена трагическая неподготовленность иудеев к встрече Иисуса Христа. В первую очередь Христос адресовал эту притчу тем, о которых было сказано в пророчестве. К своим пришел, и свои его не приняли. Кто должны были готовиться к встрече с женихом? Иудейский народ, который должен быть ведом своими религиозными вождями, и даже каждый день привазывали осла для того, чтобы, когда придет Мессия, он по пророчеству мог воссесть на этого осла и торжественно войти в Иерусалим. Так оно и случится. Но, с одной стороны, они ждали Мессию, готовились к встрече с Ним. Но когда Он пришел, то, в конце концов, народ, подстрекаемый своими религиозными вождями, произнес трагические слова, определившие на многие столетия судьбу этого народа-богоносца ветхозаветнего времени. И эти трагические слова были сказаны пред Пилатом, толпой, которая сказала кровь его на нас и на детях наших. Простите. И вот, когда мы видим универсальное значение этой притчи, то, в первую очередь, первый смысловой уровень это обращение к иудеям. Но также эта притча через века несет и нам свой свет, наставление и предупреждение. Она предупреждает нас о том, что некоторые вещи, во-первых, нельзя достать или сделать в последнюю минуту. Поздно готовиться к экзамену, если вы не занимались в течение всего семестра студенческого, потому что завтра вы придете на экзамен, и вы ничего не будете знать из того, что нужно будет отвечать. Поздно перестраивать свою жизнь, когда, скажем, суета. Помните притчу о сеятеле? И семя, которое упало в тернии. По-современному тернии это сорняки. И когда начало начало всходить семя, то сорняки начинают тоже всходить, и они забирают все жизненные соки из земли и растут быстрее, как правило, и выше, чем благородное семя, и оно погибает. И в этой притче о сеятеле Христос сказал, что эти тернии или сорняки это заботы жизни, это суета жизни, это заботы века сего, желания, обогащения, желания, карьеры и многого-многого всего другого, что, как сорняки, заглушает рост духовного, истинного семени, которое не может принести свой плод, свое время. И вот точно так же столь долго люди некоторые занимаются разными делами, что, когда придется давать отчет Богу, то уже поздно будет готовиться к этому отчету, потому что времени на это уже не будет, и люди будут не готовы к встрече с Богом. Но так же еще эта притча предупреждает нас о том, что есть такие вещи, когда невозможно что-то занять у других. Вот не знаю, как у вас, но у меня всегда такое возникало ощущение, когда люди чего-то добились в жизни много, много трудились. Например, академик Вавилов, который умер в ГУЛАГе, и он был одним из основателей науки, которая тогда была объявлена ложной, а потом она стала основой генетических исследований. Это наука генетика, и вот был тогда человек по фамилии Вавилов, академик, и кроме своих научных исследований он был еще и известен тем, что он знал очень много иностранных языков. Но наших детей этим сейчас не удивишь, потому что наши дети знают как минимум два языка, свободно и спокойно английский, украинский, русский, кто-то молдавский, румынский. Но в те года, и я помню, когда я рос в 60-е, в 70-е, мне ни один человек не встретился, который знал бы какой-то другой иностранный язык, кроме учительницы английского в школе. Но учительница понятное дело, она должна знать этот язык хотя бы на том уровне, чтобы учить. А так в обычной жизни все говорили на том языке, на котором говорили все вокруг. А академик Вавилов знал много языков. И вот когда его не стало, я так хотел, чтобы я тоже какой-то язык знал иностранный. Но когда я прочитал о том, что он много языков знал, и вот он умер. и все, что он знал, умерло вместе с ним. Я не знаю, почему я сейчас его вспомнил, но потому что в моем тогда подростковом сознании почему-то он не запомнился. Я думал, вот как было бы хорошо, если бы человек, знающий столько много иностранных языков, мог бы поделиться со мной хотя бы немного толикой того знания, которое у него есть, для того, чтобы мне так долго не трудиться, не мучиться, не запоминать эти правила грамматики, слова, которые вчера запомнила, сегодня уже опять не помнишь. Вы понимаете, о чем я говорю, и сколько трудов и усилий нужно употреблять на то, чтобы выучить иностранный язык, или какой-то навык приобрести. А как было бы хорошо, подошел к человеку, который всю жизнь трудился, и в конце жизни он говорит, вот наделяю тебя даром, который был у меня. И раз, и человек сразу может говорить на девяти иностранных языках. Как было бы прекрасно! Но мы знаем, что в жизни все по-другому. И вот эта притча, которая учит нас духовным истинам, она говорит как раз об этом. Нельзя взять духовность взаймы у другого человека. Невозможно взять взаймы немножко от доброго, христоцентричного, любящего характера другого человека. Нельзя взять взаймы от добрых привычек, которые человек взрастил в своей жизни, приучая себя долго к тому навыку, который описан апостолом Павлом в послании к евреям в пятой главе. Он говорит там о людях, у которых чувства навыкам приучены к распознаванию добра и зла. Смотрите, как много сразу уровней мы с вами можем найти в этой притче, которую многие из вас слышали, читали, размышляли, и много проповедей на эту притчу слышали, но я ее больше сегодня адресую нашей молодежи и детям, потому что многие из них, может быть, в первый раз в жизни слышат размышления именно на этот текст. Правда? Ну, вот они кивают, что да. И, конечно, человек не может взять взаймы отношения с Богом, формирующие христоцентричный характер. Мы не можем все время жить за счет духовного капитала, накопленного другими людьми. Или даже еще такой момент, если мы имели какой-то духовный капитал в прошлом, но мы его не поддерживали, то мы не можем в момент, когда Господь призовет нас к отчету встречи с Ним ссылаться на какие-то давние накопленные духовные богатства в нашем сердце. И притча говорит именно об этом, потому что те девы, у которых не было в запасе дополнительного масла, у них светильники погасли. И, кстати, когда девы проснулись, ребята, вы, наверное, догадались, что означает фраза они все проснулись, все десять, и они стали поправлять свои светильники. Что значит поправлять? Они поправляли фитиль, они поправляли вот эту тонко скрученную веревочку из льна для того, чтобы она, пропитанная маслом, горела. Но когда масло все кончилось, оно все выгорело, то нужно его добавлять туда. И вот эта картина как раз символизирует нашу с вами духовную жизнь. Каждый день нужно заботиться о том, чтобы в вашем духовном светильнике было масло, и его нужно запасать на будущее. И опыт пяти неразумных дев также развенчивает ту идею, которую часто христиане лелеют в своем сердце, думая о спасении. И эта идея заключается в таком лозунге «однажды спасен, навсегда спасен». А о чем нам говорит притча о десяти девах? О том, что ваш опыт обращения, даже если он был и очень ярким, даже если первая любовь горела в вашем сердце десять, двадцать, сорок лет назад, но вы не подливали масло в этот светильник, то ваш светильник погас, и вы останетесь вне врат брачного пира. И вы можете услышать этот приговор, который для многих будет последними словами, которые они услышат в своей жизни. «Истинно говорю вам, не знаю вас». Что подразумевает собою десять дев? Это Церковь Божия. Это те, которые пережили опыт обращения, которые знают, что придет жених, которые вышли ему навстречу, у которых были свои собственные опыты с Богом, ответы на молитвы, падения и победы в духовной жизни. Это мы с вами, это братья и сестры, это все те, которые откликнулись на этот зов. Вот жених идет. А что собой символизируют светильники? Они символизируют собой Слово Божье. 118 Псалом и 105 текст я хочу прочитать вместе с вами. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Масло символизирует собой Святой Дух, потому потому что мы когда смотрим на то служение, которое было в Ветхозаветнем святилище, то там стоял большой светильник, который называется Минора или же Семисвечник. Он сегодня находится на флаге государства Израиль как символ того духовного света, который был пролит Богом когда-то в древности на иудейский народ. Но когда мы читаем книгу пророка Захарии, то в 4 главе и в 6 стихе мы видим расшифровку духовного значения елея, масло, которое в притче символизирует собой силу Духа Святого в жизни верующего человека. Не воинством и не силою, но Духом Моим говорит Господь Саваоф. В 4 главе книги пророка Захарии описывается светильник, который стоял тогда в святилище во святом отделении. И вы можете дома прочитать подробно описание всех этих трубочек, всех этих чашечек, куда наливалось масло для того, чтобы этот светильник давал яркий свет. И перенося символику этой притчи на язык практики нашей с вами христианской жизни, можно сказать, что неразумные девы, у которых не было в запасе масла, они больше полагались на свой прошлый духовный опыт, взаимоотношений с Духом Святым, чего, конечно, явно недостаточно для полноценной духовной жизни. Другими словами, приняв Духа Святого, в прошлом они не позаботились о том, чтобы исполняться им вновь и вновь, ведь именно это предлагает, заповедь, которую озвучил апостол Павел в послании к Ефесянам 5.18, где он говорит о том, что следует последователям Христа исполняться Духом. Исполняться Духом это как раз символизирует тех мудрых дев, у которых в запасе было с собой что? Правильно, масло для светильников. И в начале обратите внимание, не видно было различия между девами. В начале все десять имели яркие светильники, они радостно пошли встречать жениха. И в церкви так же. Все очень духовные, все очень любят Господа, любят ближнего. Внешне посмотришь, все прекрасно. Но Христос говорит, я смотрю не так, как человек смотрит, потому что человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. И что еще объединяло этих девушек? Они все имели знание священного писания. Все они слышали весть о скором приближении жениха. Точно и так же и мы знаем Писание, мы знаем, что придет жених, что будет второе пришествие Христа, и мы доверчиво ожидаем его явления, как тогда эти девушки ждали жениха. Но как в притче, так и в настоящее время многие окажутся, увы, неготовыми. У них нет масла в сосудах при светильниках. То есть они лишены силы духовной. А без силы Святого Духа знание Его Слова, знание пророчеств бесполезно, потому что Господь смотрит не на знание человека, а на сердце. Что в сердце? Теория истины, не подкрепленная Святым Духом, не может осветить сердце и оживотворить душу. И вот класс людей, которые символизированы неразумными девами, это те, у которых служение Богу вырождается в форму, в привычку, в традицию. Когда мне довелось посетить Турцию, у нас был наш гид турок, уже пожилой пенсионер, но он возил группы по библейским местам, а сам он был мусульманином. И даже когда мы прощались, мы подружились во время нашего путешествия, это была группа пасторов, мы на автобусе путешествовали больше двадцати дней, по Турции, по семи церквам откровения, и по местам апостола Павла. И когда я был переводчиком этой группы, и мы сблизились с Дундаш Бэем, как мы его называли, его было имя Дундаш, и Бэй это такое уважительное отношение к пожилому человеку. И я спросил, говорю, Дундаш Бэй, я смотрю, что в Турции ислам очень почитается, это традиционная национальная религия. А как обстоит дело с посвященностью людей? Соблюдают ли они каноны ислама? Ходят ли они в мечети? Молятся ли они? Потому что я видел в мечетях, особенно по пятницам, много людей. И сколько людей, знаете, дети, как определить, сколько людей пришло в мечеть? По обуви. В мечеть нельзя входить в обуви, ее нужно оставлять за дверью. И, как правило, туристы видят большие мечети, где для обуви специально есть отведенное в начале место, а когда мы проезжали по маленьким городкам и деревням, то мечеть порой была маленькой, и в ней не было специального места для обуви внутри, ну, в предбаннике, как мы бы сказали на русском языке, поэтому обувь оставляли на улице. И иногда можно было видеть 50-80 пар обуви различной на улице просто, мужской обуви, потому что женщинам мечеть заходить нельзя. Это была мужская обувь, и можно было по обуви посмотреть, какой контингент людей пришел помолиться в мечеть в пятничный намаз. И я спросил, дундашбе, я говорю, есть много набушных людей, я как христианин замечаю, что многие люди молятся Аллаху, он говорит, да, но они молятся за миллионы тех других, которые не молятся. И для нас, к сожалению, говорит, он был искренне верующий мусульманин, книжку мне подарил в конце на английском языке, посвященную исламу, и я видел, как он это искренне делал, и я увидел в нем примерно то же, что мы стараемся делать, когда к нам приходят люди, гости, мы им дарим книжки, путь ко Христу, и у нас всегда есть желание, чтобы человек обратил внимание, чтобы он как бы принял то, что для него тоже дорого. Я здесь не ратую ни за какую религию, я просто рассказываю вам пример, и его ответ. И вот ответ его был такой, он говорит, что, к сожалению, в Турции ислам принял культурные формы, но не проник в сердце человека. И вот этот пример как раз он очень характерен, и в христианстве, когда мы принимаем светильник Духа Святого от Господа как дар неба, но мы не трудимся для того, чтобы иметь в запасе масло, наше собственное для него. И тогда вера становится формальной религией. И когда придет минута испытания, у кого бы когда она не настала, Бог знает, то у человека нет духовной силы преодолеть его, верою и упованием на Господа. Никто не может уделить другому часть своего характера, который является плодом действия Святого Духа. Пророк Иезекииль эту истину провозглашил еще много, много веков назад. 14 глава книги Иезекииля, стих 20. Ной, Даниил и Иов, среди нее живу. Я, Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, дочерей праведностью своей, они спасли бы только свои души. Дорогие братья и сестры, характер открывается во время кризиса. Мы видим, что обе группы девушек были застигнуты врасплох посреди ночи. И причем в полночь, ведь не случайно, ни одно слово у Христа не случайно в том, что дошло до нашего времени. В полночь это самый темный период человеческой истории, в который придет Христос. Потому что, посмотрите, сколько сегодня много разных конспирологических идей и версий происходящего на наших сегодня глазах. Сколько открывается человеческих разных недоумений, странных предложений, странных теорий. И все это можно сегодня назвать духовным Вавилоном, духовной тьмой. Но Господь в притче говорит о том, что в этой ночи, в этот полночный час будет сиять Божий свет. Потому что Исаия проповедовал пророчески о нашем времени, 60-я глава и 2-й стих книги Исаии, ибо вот, говорит Писание, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь и слава его явится над тобою. И там же у Исаии мы читаем, что надлежит делать людям, которые будут жить в это темное время. В тот полночный час, когда прозвучит этот глаз, вот жених идет. Исаии, 40-я глава с 9-го стиха. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою и мышца его со властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Это все иллюстрация к притче о десяти девах, иллюстрация к тому времени, когда Христос вот-вот придет. И мы с вами читаем у пророка, что свет солнца праведности должен засиять в добрых делах Божьих детей, в словах истины и делах святости. Хочу привести цитату из книги Елены Вайт «Наглядные уроки Христа». Верным признаком пребывания Духа Святого в человеке является поток небесной любви, истекающей от Него. Поток небесной любви, истекающей от Него. Божественная полнота будет распространяться через посвященных последователей Христа, проливаясь их другим людям. Солнце правды несет исцеление в лучах Его. Поэтому от каждого истинного последователя Христа должно исходить влияние, дающее людям жизнь, мужество, надежду и настоящее исцеление. Помните, Христос сказал, «Вы – свет мира». «Вы – соль земли». Ученикам Он сказал, «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». И есть сегодня много людей, от которых удалилась надежда. Господь Господь посылает нас, чтобы мы возвратили им сияние солнца. Многие потеряли свое мужество. Пойдите и скажите им слова ободрения, молитесь о них, поддерживайте их. Христос не говорит своим последователям стараться светить, а Он нам говорит, «Вы – уже есть свет этого мира». И почему? Да потому что есть масло в запасе для светильника, которое всегда горит, и тьма не объемлет его. И с поднятыми головами они входят в брачный пир, когда они встают и идут навстречу жениху, говоря вместе с тем же пророком Исаии, 25 глава из тех девятый, «Вот Он Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас». Он спас нас почему? Потому что на Него мы уповали. Упование на Господа – это масло в запасе, чтобы светильник не угас. И книга Откровения нам открывает пророческую картину. 19 глава 6 стиха «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящий, аллилуйя, ибо возвратился Господь Бог Вседержитель, воцарился, простите, Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца и жена его приготовила себя и сказал мне ангел напиши блаженны званые на брачную вечерю Агнца». И 17 главе 14 стихе на эту же тему. «Он есть Господь господствующих и царь царей и те, которые с Ним суть званые и избранные и верные». Братья и сестры, радость в наших сердцах всегда может гореть ярким светом этого миру, несмотря ни на какие даже самые печальные обстоятельства в жизни. Даже потеря близких любимых на этой земле не может отлучить нас от любви Христовой в Господе Иисусе, потому что Господь вернет нам все то, что сейчас отнимается этим греховным жестоким миром. Вера масла в светильниках горящих ведут нас туда за завесу неведомого и верою мы идем о невидении как невеста в роскошном убранстве своем. И в завершение я хочу прочитать стих Елены Шерапановой «Невеста Христа». Как невеста в роскошном убранстве своем с разукрашенным миртом челом вся сияя красою и счастьем полна жениха ждет с восторгом она. Так и церковь Христа своего жениха должна сладкой надеждою ждать и себя от всех скверн и порока греха от дурного всего охранять. И когда в вечной славе Спаситель придет и невесту готовой найдет то ее как супругу навеки с собой он введет в свой чертог золотой. Аминь. Помолимся Господу и поблагодарим Его за эти удивительные духовные наставления которые с такой глубиной открываются нам через нашу сегодняшнюю притчу о десяти девах. Любящий Господь благодарим Тебя за то что Ты научаешь поддерживаешь и укрепляешь нас. И мы желаем Господи быть в числе разумных дев у которых светильники ярко горят. Их нужно только поправить иногда и долить туда масло. Но мы желаем чтобы масло как и у них так и у нас всегда было с собой. и пусть Дух Твой Святой не мерою которой Ты даешь человеком всегда пребывает в нашем сердце. И чтобы наши светильники всегда были горящими. Чтобы мы могли откликнуться на призыв вот жених идет. И чтобы наш путь был озарем светом светильника. И мы знали направление и тот дом где Ты ждешь свою неместу на брачный пир. Во имя Иисуса молим Тебя об этом Отец Сын Дух Святой. Аминь.